Пагубное воздействие мирового экономического кризиса, похоже, не минует и сферы экологии. Об этом говорит российский эколог Ольга Спиранская, лауреат премии Голдмана, своего рода Нобелевской премии в области охраны окружающей среды. «Я думаю, что глобальный финансовый кризис, к сожалению, очень негативно сказывается на экологической работе в целом, и я думаю, что на работе в области химической безопасности, к сожалению, тоже». А именно, эколога беспокоит то, что инвесторы уже начали урезать суммы финансовых взносов, направленные на важную экологическую кампанию. Ольга Спиранская взялась за непростую задачу – помочь очистить огромные территории постсоветского пространства от ядовитых химикатов. После развала Советского Союза огромные свалки с тоннами сельскохозяйственных пестицидов и химикатов так и остались лежать неприкрытыми и без охраны. «Основная проблема состоит в том, что доступ к этим складам токсичных химикатов был свободным, и люди просто нелегально набирали себе эти пестициды, чтобы использовать их у себя в садах». В 11 странах бывшего СССР Спиранская помогла сформировать сеть организаций, которые работают с государственными агентами и академическим сообществом. Вместе они настояли на том, чтобы власти этих стран помогли найти и очистить места скопления токсичных химикатов. Теперь Спиранская боится, что глобальный экономический кризис нанесёт тяжёлый удар по данной запланированной кампании защиты окружающей среды. Причём данная проблема не находится лишь в узкой сфере интересов экологов. В прошлом году президент Медведев предупредил, что если не заниматься окружающей средой, то же через 30 лет в некоторых районах России жить станет невозможно.